На счетах мошенников казахстанские банки заморозили 800 миллионов тенге. Это деньги, полученные аферистами в виде кредитов. Участники рынка признают, количество транзакций в стране увеличивается в геометрической прогрессии. И оследить все невозможно. Как результат, с начала года 18 тысяч казахстанцев пострадали от кибермошенников. Сегодня депутаты Можилиса заподозрили банки и микрокредитные организации в том, что они заинтересованы в бесконтрольном оформлении займов. Что депутаты предлагают для решения проблемы, расскажет Зарина Ахмеджанова. Печальная практика показала, что на казахстанцах без их ведома могут не только кредиты оформлять, но даже удаленно снимать деньги с их банковских карт. Хотя на уровне закона вводятся защитные меры. Например, добровольный отказ от получения займов, обязательная биометрия при онлайн-кредитовании. Но и здесь преступники научились подделывать голоса и лица при помощи искусственного интеллекта. Вот уже 4 месяца работает антифорд-центр, который обязан блокировать подозрительные операции. За короткий срок там уже зафиксировано более 10 тысяч инцидентов. В рамках антифорд-центра банки блокируют суммы денег, которые были признаны мошенническими. На сегодня заблокировано свыше 800 миллионов тенге. Из них 35 миллионов тенге возвращены добровольно со стороны мошенников. Вносятся поправки в законы и предусматривается упрощение возврата денег потерпевшим, предусматривается увеличение срока блокировки со стороны банков с 3 до 5 дней. Происходящие эксперты по кибербезопасности называют борьбой снаряда и брони. Чем сильнее уплотняется щит, тем убойнее производится оружие. Агрессивная цифровизация финсектора, бесконтрольные утечки данных и расцвет мошенничества несут за собой острую социальную проблему, считают депутаты. По данным МВД, больше всех от киберпреступности страдают безработные или пенсионеры. С начала года жертвами онлайн-аферистов стали 18 тысяч человек. Сумма ущерба исчисляется в миллиардах. Как понимать, человек идет в банк, ему отказывают, а через день ему звонят и говорят, знаете, вот пересмотрели ваше предложение, вашу просьбу, но для этого не надо приходить, давайте быстренько там покажите себя, пройдите там по ссылкам каким-то и на человека оформляют кредит. Я, допустим, на своей практике не знаю ни одного случая, когда сотрудник банка был бы привлечен к ответственности. Слив данных – одно дело. Другой вопрос – как мошенники умудряются оформлять многомиллионные кредиты на тех, кто едва сводит концы с концами. И здесь, конечно, вопросы к банкам и МФО. Они заинтересованы в закредитованности населения, заявляют эксперты. Поэтому в Можилисе предлагают разделить солидарную ответственность за каждую преступную операцию между заявителем и банком. А для этого внедрить систему обязательного страхования кредитов для защиты от мошенников. Но разработчик Айбек Сидиков считает, что к вопросу безопасности нужно подходить адресно по банкам. Количество плачёжных транзакций тоже увеличивается. Количество банков, у нас 21 банк, в каждом банке есть мобильное приложение, мы анализируем тоже банки. В каждом банке тоже количество транзакций увеличивается. Было бы хорошо понимать, на какой банк приходится большее количество транзакций и какой банк с точки зрения этого является более уязвимым. Поэтому сегодня в Можилисе снова предлагают установить лимит по сумме онлайн-кредитов, условно говоря, чтобы займы свыше 300 тысяч тенге казахстанцы оформляли в отделениях банков. Получается, защищаться от киберпреступников по старинке – самый лучший метод.